Дачный сезон заканчивается, а значит самое время подготовиться к будущему сезону. Сегодня мы будем выбирать томаты для открытого грунта и несколько видов для теплиц. Начнем с томата «Монгол карлик». Это один из самых низкорослых томатов. Он не требует посынкования. Ультра ранний сорт. Образует плоды около 100 грамм. Великолепный сорт для тех, у кого нет времени. Далее два гибрида, которые уже зарекомендовали себя на участках наших дачников. Это «Катя» и «Розовая Катя». Очень вкусные томаты, урожайные, не требуют большого ухода, невысокие, высотой около 80 сантиметров, дают великолепные вкусные плоды. Также я советую на следующий сезон посадить всю серию томатов «Земледелец». Эти томаты относятся к черри, но это не просто мелкие черри, это коктейльные черри. Вес плода около 40-50 грамм. На кусте образуется довольно много кистей. Томаты не трескаются, очень вкусные. Также рекомендую на следующий год посадить томат «Джекпот». Это коктейльный томат. Масса плодов 40-50 грамм. Образует довольно крупные кисти. Он подойдет как для засолки, так и для салатов. Попробуйте, не пожалейте. Томат «Золотая канарейка». Он предназначен для защищенного грунта, но также неплохо чувствует себя и в открытом грунте. Очень вкусный томат, подойдет для салатов, для свежего потребления. Один из самых полезных томатов – томат «Черная богиня». Черные томаты содержат очень много антиоксидантов. Они подойдут для профилактики раковых заболеваний. И еще они очень вкусные. Долгожданная новинка – полосатый шоколад. Очень необычная расцветка плода. Также содержат очень много антиоксидантов, ликопина, очень полезный и вкусный томат. А сейчас перейдем к перцам. Сегодня я привез два огромных перца. Это перец «Арис». У него масса плода около 300 грамм и более. Толщина стенки до 10 мм. Гигантский, вкусный, сладкий перец. И перец «Гораспел». Также очень крупный перец. У Марины можете посмотреть, какие в этом году выросли перцы «Гораспел». Толщина стенки также до 10 мм. Очень вкусный перец. Ну и не забываем про баклажаны. Баклажан «Биба» – это белоплодный баклажан. Абсолютно без горечи, вкусный и, что главное, очень урожайный. И новинка – баклажан «Андрюша». Классической формы баклажан. Также очень урожайный и очень устойчивый. Мы снимали плоды в конце сентября. Он еще плодоносил великолепный баклажан. Сбор урожая уже почти закончен. И самое время заняться обрезкой плодовых деревьев, кустарников. Сегодня мы вырезали ежевику. Вот такие большие побеги. Для правильной обрезки нужен правильный инструмент. Я использую японские инструменты – секатры с очень хорошей сталью. Сталь СК-5. Она не тупится. Гарантия на заточку до 10 лет. И самое главное, что им очень быстро можно вырезать довольно большие плантации. Инструмент оснащен храповым механизмом, поэтому даже толстые ветки режутся довольно быстро и легко. Срез получается гладкий, не заминается, поэтому растение легко перенесет обрезку. Теплый сезон закончен. А как хотелось бы продлить удовольствие на даче? Для того, чтобы не замерзнуть, я рекомендую применять инфракрасные обогревающие коврики. Они не только мало потребляют электроэнергии, дают мягкое тепло, но они еще и очень красивые. И создают приятный интерьер в любой квартире или комнате на даче. Коврик можно даже не включать. От него и так исходит тепло. В центре эффективного садоводства Ивана Якшина большой выбор товаров для дачников. Внимание! Открылся новый магазин на улице Волгина, 122.